В один из таких вечеров на скамейку, на другой ее конец, сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажглись неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даша стала неловко шеей. Она обернулась и вдруг испуганно негромко воскликнула «нет». Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлый, в мешком висящем френче, в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала «здравствуйте» и поджала губы. Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи в тень Дашиной шляпы и закрыла глаза. Бессонов был не то весь пыльный, не то немытый, серый. «Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня», — сказал он Даша, поднимая брови. «Но подойти не решался. Уезжаю воевать. Вот видите, и до меня добрались». «Как же вы едете воевать? Вы же в красном кресте», — сказала Даша с внезапным раздражением. «Положим, опасность сравнительно, конечно, меньшая. А впрочем, мне глубоко все безразлично. Убьют, не убьют. Скучно, скучно, Дарья Дмитриевна». Он поднял голову и поглядел ей на губы тусклым взглядом. «Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов!» Катя спросила, не открывая глаз. «Вам скучно от этого?» «Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. Раньше оставалась еще какая-никакая надежда. Ну а после этих трупов и трупов надвинулась последняя ночь. Трупы и кровь, хаос». «Так вот, Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени. Зачем?» Даша глядела ему в лицо чужое, нездоровое. И вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова. Этого человека она видит в первый раз. «Я много думал над тем, что было в Крыму», – проговорил Бессонов морщась. «Я бы хотел с вами побеседовать». Он медленно полез в боковой карман Френча за портсигаром. «Я бы хотел рассеять некоторое невыгодное впечатление». Даша прищурилась ни следа на этом противном лице волшебства. И она сказала твердо «Мне кажется, нам не о чем говорить с вами». И отвернулась. «Прощайте, Алексей Алексеевич». Бессонов скривился усмешкой, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие штаны, точно готовые свалиться, на тяжелые пыльные сапоги. Неужели это был тот Бессонов, демон ее девичьих ночей? «Катюша, посиди, я сейчас», – проговорила она поспешно и побежала за Бессоновым. Он свернул в боковую аллею. Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, глаза его, как у больной птицы, стали прикрываться веками. «Алексей Алексеевич, не сердитесь на меня». «Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать. Нет-нет-нет, вы не так меня поняли. Я к вам ужасно хорошо отношусь. Я вам хочу всякого добра. Но о том, что было, не стоит вспоминать. Прежнего ничего не осталось. Я чувствую себя виноватой. Мне вас жалко». Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих. «Благодарю вас за жалость». Даша вздохнула. Если бы Бессонов был маленьким мальчиком, она повела бы его к себе, вымыла теплой водой, накормила бы конфетками. А что она поделает с этим? Сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается. «Алексей Алексеевич, если хотите, пишите мне каждый день. Я буду отвечать», – сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее. Он откинул голову, засмеялся деревянным смехом. «Благодарю. Но у меня отвращение к бумаге и чернилам». Сморщился, точно хлебнул кислого. «Либо вы святая Дарья Дмитриевна, либо вы дура. Вы адская мука, посланная мне заживо, поняли?» Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову. Она все поняла. Ей было печально, но на сердце холодно. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетронутую нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, это смерть. «Будьте милосердны», — сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же «да-да». И пошла между деревьями. Последний раз Бессонов отыскал взглядом в толпе ее светловолосую голову. Она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору. Земля, последнее прибежище, уходила из-под ног.